Добрый день! Мы сегодня продолжим чтение книги Монитур «Стайные Ивлея». Первая часть, которая рассказывает о творении, вводит нас в основные проблемы, которые стоят перед нами, перед человечеством. Которые Бог поставил перед нами. В прошлый раз мы говорили о продолжили говорить, скажем так, о разрыве, который существует между запланированным и реализованным в процессе творения, о его смысле. И в частности мы говорили о разрыве, который существует, он символизирует существует в растениях, деревьях, в которых съедобными оказались только плоды, а ветки оказались несъедобными. Хотя в первоначальном плане творения все дерево должно было быть съедобным. И мы говорили о разных символических и материальных проявлениях этого разрыва. И тут у Лены возник вопрос, который она подняла в чате. какой смысл этого разрыва и как это повлияло на развитие человечества дальше. Что означало в этом смысле, что Адам съел от плода дерево. означает ли это, что из-за такого разрыва сам плод становится несовершенным или смыслом другого. Я не могу еще раз, как я сказала уже в чате, я не могу стопроцентно сказать, насколько несовершенство отражается в плоде. Может быть, плод несет в себе зачаток несовершенства, как мы говорили, Маниту говорил что каждый день добавляется какое-то несовершенство к тому, что произошло уже в предыдущий день. И возможно, это отражается и во всех аспектах того, что создано в этот день. Но основное все же и потому, что мы читали Маниту, и потому, что я видела у Рава Кука, основная проблема с разрывом между корнями и плодом, в том, что ветки не несут в себя вкус и плода, она в другом. И я поэтому обещала привести отрывок из Рава Кука, собственно, этот отрывок уже учили, уже учили. Мы когда-то учили с Натаном Котлером, который преподает нас по вторникам в чате Рава Кука, «Урод от шува», то есть книга от шуве. И там, в шестой главе, он касается вопроса связи деревьев и плодов. И поэтому я не хочу я подробно разбирать отрывок, он занял бы очень много времени, и тот, кто хочет, может посмотреть, найти на ютубе вот этот урок Натана, а мы прочтем так, как ни в коем случае нельзя Рава Кука почитать быстро, но чтобы как бы уловить основную идею, потому что наша основная цель это изучать Маниту, но есть, безусловно, большая связь между учением Маниту и учением Рава Кука, хотя они произошли из разных миров, вроде бы и шли разными путями, но вот это представление о несовершенстве мира и его цели, оно безусловно общее и там прослеживаются похожие идеи. Ну, я прочту это, постараюсь не углубляться особенно, но я думаю, мы поймем, что Равку хотел сказать. Сначала сотворение подобало вкусу дерева быть таким же, как вкус его плодов. Это то, что мы учили. все средства поддерживающим, всем средствам поддерживающим некое высокое духовное стремление глобального масштаба, стоило бы пробуждать в душе чувство столь же интенсивное и приятное, как и те, что пробуждает в ней сама цель, когда мы представляем себе ее. Это важно, что Рав говорит таким, может быть, непонятным иногда, но с другой стороны, возвышенным языком, что это, я думаю, сам по себе пробуждает нас несколько других чувствований. В русском переводе это меньше чувствуется, но чтение, как один знакомый, один Рав сказал, я не берусь преподавать Рав Куха, потому что это в большой степени песня, стих, не только теория, но если сказать простым языком, то здесь имеется в виду, что глобальные процессы, которые приводят к достижению цели, желанной цели, они недостаточно в душе нашей занимают недостаточное место, они не вызывают таких сильных чувств, желания, оценки, мы пренебрегаем этими путями, процессами, которые приводят к цели. Они кажутся нам гораздо менее ценные, чем сама цель, но так не должно было быть. На самом деле процесс, который приводит к цели, теоретически должен быть не менее важным, чем сама цель. Это может быть общий акцент, он общий для Маниту и для Рао Кука, что именно процесс, это собственно сказано и в Медраше, конечно, но они подчеркивают, что процесс не менее важен, не может быть менее важен, чем сама цель, хотя это кажется странным, иногда люди скрипя зубами добываются какой-то цели, то есть оказывается, что цель, она должна, к которой мы стремимся и мы готовы преодолевать какие-то очень тяжелые препятствия, которые нам кажутся излишними, в любом случае не настолько важными, как сама эта цель, а на самом деле это не так, все, что мы, путь, по которому мы идем к этой цели, он сам по себе должен был иметь в наших глазах большую ценность, но так не случилось, однако природа Земли, нестабильность жизни и ослабленность духовности, ограниченные телесными рамками, привели к тому, что только вкус плода конечной цели, главного идеала ощущается с его приятностью и великолепием, однако деревья, несущие плод, при всей их необходимости для выращивания этого плода огрубели, погрузились в материальность и утратили свой вкус. То есть призаходит разрыв, мы воспринимаем цель как нечто идеальное, нечто возвышенное, нечто прекрасное, а все остальное оно как бы погрузилось в материальность, потеряло свою духовность, свою прелесть, свою важность. Это грех земли, за который она была проклята, когда проклят, был также и человек за его грех. Это вот то, что говорит Медраж, что земля была, ну, Медраж, повторяю, прямо сказано, что земля была проката вместе с человеком, но за что? Вот еще и за этот грех. Потому что мы уже сказали, что грехи накапливаются, один как бы в каком-то смысле влечет за собой другой. Но каждый дефект в конце концов должен быть исправлен. Поэтому обещай нам со всей ясностью, что настанут дни, когда вернется творение к своему изначальному состоянию, и вкус дерева станет как вкус плода, ибо исправит земля свой грех, и пути практической жизни перестанут заслонять собой приятность идеального света. То есть эти пути практической жизни, мы видим только их, мы не видим тот идеальный свет, который в них заключен. Идеального света опирающийся на достойные средства, помогающие выйти из потенциала и потенции в действии. То есть будут какие-то достойные средства, которые позволят раскрыться этому свету, который есть в путях, который мы сегодня почти не видим. Дальше я, может быть, пропущу, хотя это все очень важно, и кому интересно, я отсылаю более подробному разбору, который есть у Натана Корлера. Можно найти, я думаю, если не найдете. Я там чат скинула ссылку, могу потом послать, если кому-то нужно. Может быть, я не знаю, уплянуть еще один отрывок Рава Кука, давайте я его тоже подниму, я его совсем не буду читать, я думаю, слегка, но... там такие жесткие слова, земля была наказана за свой грех, проклята, а мы знаем, почему она вдруг решила земля сделать несъедобными деревьями. Ну, не справилась, я думаю. Почему это... или у нее какая-то была личная мотивация, может быть? Про это нам, я думаю, очень трудно судить, я, честно говоря, не встречала, какая у нее была... Ну, вот можно сейчас посмотреть, что читал по этому Волгу Рав Кук. Вот сейчас я приведу еще один отрывок, который он немножко смотрит на все немножко с другой стороны. Этот отрывок называется по-русски может быть «Пой себя» и он «Этого рода кодус». Я тоже постараюсь прощить быстро, но мы посмотрим здесь вот ответ сейчас на твой вопрос, так как Рав Кук считает. Ну, в общем и целом, я, наверное, спойлер сначала скажу, а потом мы увидим как Рав это очень кратко увидим, не разбирая подробностей. Тут очень много интересного, что можно сказать про этот отрывок, но просто хотелось сконцентрироваться на нашем вопросе. Спойлер он такой, что действительно в разных недоделках, несовершенствах Рав Кук видит в разных грехах. Он видит разные причины, но тем не менее всем этим причинам он находит одну главную причину, которая называется изгнание. То есть отделённость от своего «я», от своей истинной сущности. он берёт строку, с которой начинается книга Эфискеля, он там про Эфискеля говорит «я нахожусь в изгнании». Он действительно находится в изгнании. Но Рав толкует это, как это преднятно в медрошах. То есть он находит какой-то совершенно дополнительный непрямой смысл в этих словах и читает так. Я находится в изгнании. Здесь говорится, то есть «онец ми», моя сущность, она в изгнании, она в галуте, она, я как бы разорван, отделён от собственного «я». И здесь говорится также о нашем внутреннем «я», который находится в изгнании, те индивидуума и общества раскрываются только в соответствии с мерой его святости и чистоты в соответствии с мерой высшей мощи говора, это мы не будем сейчас в это вникать. Нужно понимать, потратить время на то, чтобы это понять. Ну, как-то это связано с чистотой, святостью, с желанием проявить свой истинный «я», впитывающий от чистого света высшего сияния, разгорающегося в нём. То есть есть некоторый путь, к этому собственному «я». А дальше он разбирает грехи, начиная с нас, переходя к братцам, к Адаму, а потом дальше к элементам творения. Согрешили и мы вместе с правоцами нашими. Согрешил Адам, который стал чужим для собственной сущности, когда он склонился к мнению змей и потерял себя. То есть он в любом грехе видит, хотя они разные, видит основу ухода от себя, от своей сущности. И он не мог дать ясный ответ на вопрос «Бога где?» потому что не знал своей души, потому что потерял свое истинное я. Согрешил Израиль блудно следуя чужим богам, оставил свое истинное я. Уход к другим богам это тоже ухода от своей сущности. Согрешил также и земля. Вот то, что мы хотели. Изменил свои сущности, преуменьшил свои силы, устремил след за односторонним подходом и быстрыми достижениями. То есть то, что не реализовало своего потенциала и не сделало деревья по вкусу такими же, как их плоды. То есть желание получить плод как можно быстрее и приводит к тому как можно быстрее сосредоточенность на этой цели, на плоде. Оно привело к тому, что земля пренебрегла путями ветками деревом получился разрыв. Ну и похожие вещи дальше про Луну мы не будем опять же сказать не совсем наша тема, просто я хотела привести на эту тему Рава Куха, поскольку был такой вопрос про плоды. И мне кажется из этих двух отрывков видно, что главное проблемы здесь в разрыве. Разрыве между корнями, желанием Всевышнего, планированием, идеалом и реализацией между плодом и его ветками, которые свет которых не реализован. Смысл которых путей достижения цели мы не понимаем. Из-за того, что мы не понимаем, свет, который находится, он нам недоступен. в конечном итоге все это пора уху, разрыв, разрыв между истинным, потенциальным я, потенциальной сущностью и тем, как она реализуется. Но в конечном итоге и Рав Кух про это говорит, и в основном много есть манитур, что это должно реализоваться в конечном итоге. Нехама, спасибо большое за ответы, очень прям кстати. А можно второй текст тоже в чат, чтобы его посмотреть, если вам не помню. Я поставлю потом, но вообще он где-то есть в сети, я даже несколько раз к вам переводила. И по-моему есть даже в том, он есть, там я поставила ссылку на лекции Котлера, но там есть просто и другие отлепки. Это там собраны в этом сайте собраны все переведенные отрывки и там это тоже есть. Я поставлю в чат хорошо. Это очень очень отрывок очень важный. Если вникнуть во все подробности того, как проявляется этот разрыв между сущностью и реализацией, между мной и практическим и мной идеальным, это... Я просто подумала, что это настолько важный момент, потому что потом сюжет повторяется и у Равку, конечно, здесь идеальный пример. У меня так просто получилось, я только сейчас читала продажу первородства, и я подумала, что как раз это такой экстремальный вариант, когда человек теряет даже надежду на добраться до плода и полностью уходит уже в материале. Я так подумала. Может быть, да. Что касается продажи первородства, то это подтверждает подход Рава Маниту, который говорит, что в принципе мы до этого конечно еще не дошли, но одной из главных тем в его книге и в его изучении это взаимоотношения между братьями. Это на самом деле действительно одна из главных тем Тары. Она очень много этому уделяет внимание. Какая наебеля, я надеюсь, мы в этом году можем дойти. Посмотрим. То есть получается Адам погнался за целью, а погнался за целью потому, что ему не доставлял удовольствие процесс, а не доставлял удовольствие ему процесс, потому что согрешилась земля, и из-за нее теперь все процессы неценны для человека. Возможно. Это нигде на самом деле прямо не написано. Ни в первом, отрыв, ни в втором, ни в Маниту. Но поскольку в Маниту пишется, что все время недостаток, который каждый день добавляется новый какой-то аспект недостатка в нереализованном, то каждый день получается и Адам уже действует в том мире, в котором все эти недостатки существуют, и поэтому весьма возможно. Очень даже похоже, что это повлияло на то, что он съел от плода. Получается, что Луна была... Наказание его, что он будет есть всякие колючки, что ему придется преодолевать вот это расстояние между несовершенной природой и плодом гораздо более тяжелой. Надо на своем опыте осознать вот этот вот разрыв. Да? Андрей? Получается, ну, для меня просто невероятный хедушь сегодня, да, я всю жизнь думал, что Луна первая, оказывается, Земля первая, да, получается, она поступила неправильно, а на следующий день уже была Луна, которая тоже была недовольна своей сущностью. Да, но там немножко по-другому. Ну, Параву-Куку это как бы одна тема. Нет, Параву-Куку это не то, что все как бы укладывается в схему плодов и веток. Параву-Куку во всем есть один общий недостаток, это отрыв от собственного я, от собственной сущности. Это можно, может быть, можно перевести, я не очень уверена, на язык плодов и веток. Но на самом деле он не так же говорит там, он про Луну, она, он немножко по-другому там говорит, он говорит, что Луна потеряла свою сущность, не радовала своей участи, возмечтала о внешнем великолепии царей, так он говорит. То есть, по-моему, там еще что-то говорит о карьере. Мне это кажется, что я случайно попала не на самый хороший перевод, у меня несколько так случилось. Но как бы не совсем то, что плоды и ветки. Ну как же, радоваться своей участи, это и есть дерево, да, то есть, оно несъедобное, поэтому оно, поэтому нет радости своей участи. Ну, не знаю, я не устрашиваю, что можно так прочесть. Может быть, в этом есть какой-то компонент, но мне кажется, каждый этап следующий, он основывается на чем-то, что уже было недоделано раньше, и добавляет еще какой-то свой, другой аспект. Понимаешь? То есть, действительно, для Луны, видимо, тоже на нее повлияло то, что Земля не сделала плодов, ветки, ветки такие же, как и плоды. может быть, тогда она бы не ошиблась, не знаю, но сама по себе она хотела не быстрых достижений, а она хотела другого, не того, что ей положено. Положено было равенство, а она хотела власти, допустим. да, это я очень тревожила, то, что все не так просто. Изначально было задумано два светила больших, а потом получилось одно большое, другое малое. То есть, слава, говорит, нельзя делать два больших, мы будем ругаться, мы не сможем ужиться, а нам будь малой. То есть, она, ее уменьшили, создали, Бог создал существенно недостаток в творении из-за нее. Почему? Потому что она, ей не понравилось равенство, ей хотелось быть больше, чем она есть. Главное. это не совсем то, что она хотела сразу плодов, не ценя пути. Хотя, здесь есть похожее что-то. Так мне кажется. Ну да, похожее есть, что так тоже равенство и дерево, и ветки, и плод, а без равенства получается, что нет равенства. Да-да-да. Но там это как бы земля не создала равенства. А тут было задумано равенство, и оно не состоялось по другой причине. Интересно. Требует обдумывания. Ну давайте там вернемся к книге Мониту, потому что мы все-таки я хочу продолжить. хотя бы немного то, что у нас я не помню точно, где мы остановились. Кажется, здесь. и я прочту только подводит как бы итог к тому, что мы учили раньше. Разница между планированием и реализацией вполне очевидна. Ну, из того, что мы видели, да, про скот, гадость животных земных. А говорили мы о том, что земля не смогла создать то, что Бог от нее хотел, живую душу. Из анализа этих стихов видно, что земля сама по себе собственными силами должна была произвести животное царство, состоящее из этих трех категорий, скот, гад и животных земных. А вершиной ее деятельности должна была стать душа живая, а именно существо близкое к человеку. в этом земля терпела неудачу. Следующая у нас глава это разбор вот этой вот неудачи. Ну, я еще хотела добавить, кажется, что Рауф повторяется. Может быть, это вследствие того, что просто здесь буквально записаны его устные уроки, а в устных уроках всегда больше повторений, чем в писемном тексте. А может быть, нам нужно взглядываться более внимательно в эти повторения, что он всегда добавляет что-то в том, что говорил раньше. Даже в устной речи, когда ты повторяешься, ты хочешь что-то раскрыть немножко другой аспект. Как мне кажется. Мы видели, что Земле удалось произвести себя только что-то приблизительно близкое к трем самым низким категориям животных. На пределе своих возможностей Земле удается произвести только очень развитые животные, которые в некоторой степени похожи на человека, но не являются человеком. Эта имитация никогда не достигнет уровня изначального планирования. То есть, чего? Живой души. Андрей, может быть, ты почитай? Кстати, следует добавить, в известной нам истории не существует животных, действительно похожих на человека. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что здесь идет речь совсем не об обезьяне, а об очень хорошо развитом тонине, змея, который остался в памяти всех древних культур. Имеется в виду тотемное животное, а наиболее традиционным тотемом в этих культурах являлся тонин, змей, как, например, в Египте. Изучение глобальной коллективной памяти, оставшейся от древних цивилизаций, показывает, что почти во всех них повторяется мотив змея-танина. В памяти человечества запечатлелось нечто, связанное с этим древним животным, которое земля сумела произвести из себя. Поскольку земля смогла сделать только некую имитацию, но не достигла полного успеха, творец смешивается и решает действовать сам, как это объясняет Раше со ссылкой на Медраж, и сотворил Бог человека по образу своему, в форме сделанной им, ибо все было сотворено речением, а он, человек, был сотворен руками. Когда творец видит, что земля не может произвести из самой себя живую душу, он вмешивается напрямую и создает человека собственными руками. Да, потому что мы видели на самом деле иногда в первой главе сказано, что сделал Бог, но имейте в виду, что это земля сделала, потому что он сказал земле, а потом сделал. Это не совсем, наверное, есть какое-то объяснение этому, но Ра в этом не разбирает, он просто говорит, что это в предыдущих случаях все-таки речь о том развитии природного, естественного, то, что могла земля сделать. А тут, безусловно, происходят некоторые изменения, когда человек, Бог создает человека, это описано совершенно по-другому, то есть он вмешивается и действует сам, своими руками. То есть это не значит, что у Бога есть руки, но этот процесс, он сильно отличается от естественного развития, это самое, я думаю, главное. ну да, то есть он делает сам, а когда он творит речением, он отдает приказ кому-то другому, и тот может хорошо выполнить, может с ошибками. правильно, совершенно так. Читаем дальше, да? Да. Берешит 1.26 «И сказал Бог, создадим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довластвуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». После того, как человек был сотворен с помощью его прямого вмешательства, Творец возлагает на него функцию управления всеми живыми созданиями, которых земле удалось произвести из себя. Мы не должны расценивать эти выражения как мистические. Все написанное здесь не символ, не только образ чего-то другого. Перед нами точное и подробное описание хода событий, представляющих собой процесс созидания. Согласно писанию, скот и гады и животных земных планировалось произвести от живой души. Они должны были стать порождением этой сверхкатегории, которую не смогла произвести земля. Однако в действительности были созданы три разные категории, которые все вместе не достигали уровня живой души. И снова в реальности возник разрыв между тем, что было запланировано и тем, что получилось. Земля не смогла достичь вершины, которой должна была достичь. В конце этого процесса она произвела из себя нечто такое, что только в определенной степени было близко к желаемому идеалу. Это змей, да, то, что она произвела. Однако разница между близостью к истине и истиной бесконечна, говорит Равн. Разница между 9, 9, 9, и так далее асимптоты, то, что называется, стопроцентными. Это абсолютная разница. Явление, которое в математике называется асимптот. На самом деле действительно, так сказать, нам кажется, что это может быть уже почти стопроцентным, а расстояние все равно остается бесконечным, как оно было в самом начале. То есть, сколько бы мы не приближались к стопроцентам, все равно будет качественная разница. Например, в математике бывает есть понятие открытый отрезок и закрытый. Если концы принадлежат отрезку, он закрыт. А если не принадлежат, то открытый. Это разные типы вообще множественные не знаю, как это сказать. То есть, получается, совершенно разные, хотя, в общем-то, казалось бы, разница всего в одной точке. А нет. То есть, может быть, что-то очень-очень-очень близкое к человеку, то есть, мне кажется, это то, что Рав хочет сказать, но тем не менее, это не человек. Чего же не хватает? Эта идея повторяется много раз, когда мы говорим о порождении. Толдот, история, да? То есть, целью творения и порождения является достижение 100% к исправлению успеха. Исправление мира, исправление человека, мы должны как бы как бы близко история мораль человечества не подходила к требованию к изначальному планированию, идеалу. Пока алу не достигнут, мы все еще от него далеко. Все, что только приближается симпатически, неприемлемо, поскольку оно не выдерживает проверки совершенства. В самом деле, мы когда смотрим на то, что написано в первой главе, нам кажется, что все как бы в порядке. Надо взять лупу и через нее глазами монету или глазами гроша посмотреть и увидеть, что в каждом акте созидания была какая-то недоделка. Ну, в общем-то, в целом, ну, не так все ужасно. Ну, подумаешь, там, деревья не съедобная. Ну, есть какая-нибудь спаржа, которая съедобная. И в конечном итоге нам хватает и плодов. Все жаловаться. Но это принципиально. Какие-то вот такие мелочи, они отдаляют нас от идеала на бесконечное расстояние. Так, земля потерпела неудачу, поскольку не смогла произвести себя животное, которое должно было. В конце концов, на пике своего успеха земле удалось произвести только земле. Вот тут Андрей тоже может спросить, почему она не смогла произвести человека. казалось бы. Тут наоборот требуется некоторый конечный результат, цель. Она эту цель не выполнит. Это более сложная задача, чем деревья. То есть это уже накопившаяся ошибка. Да, наверное, так раз. Накопившаяся ошибка не дает возможности реализовать повеление полностью. то, что она могла сделать естественным путем, она сделала. А больше интересно, что было бы, если бы до этого момента все было бы идеально. Это совершенно не имеющий смысла вопрос, потому что мы живем в таком мире. В чем разница между тем животным, которое удалось произвести из себя земле, и которое не смогло стать живой душой, и человеком, который творец создал впоследствии, согласно описанию Тары, и вдунул в ноздри его дыхания жизни, и стал человек душой живой. На самом деле, то, что он говорит про древнего змея, это не значит, что это дракон или змей на самом деле. Это то, как мы видим змея сегодня, и змей сегодня вовсе не то, что это было тогда. И по подходу равном не то, это вполне мог быть просто человек. Внешне животное похоже на человека один к одному, но только что в одном было, в ноздрях его было дыхание жизни, и он стал душой живой, а в другом не было. И вот он говорит об этом. С точки зрения морфологии, это существо, которое Земля произвела из себя, человек, сотворенный творцом, могут выглядеть похожими. То есть, это не сто процентов, но вполне возможно, что он был очень похож на человека. Однако, если в первом случае это естественный человек, каким его описывают сторонники теории эволюции, который получился в результате постепенной эволюции земных существ, вышедших и вышедших из воды на сушу и воздух, то во втором случае это сотворенный человек, который был введен в творение сверху вниз, непосредственно творцом мира, как это описывает Тара. То есть получается у нас могло быть два человека, один сверху естественной созданной землей, а другой который был сотворен творцом. Внешне они могут совсем не отличаться. Ну тогда причем здесь параллель с другими культурами, ведь другие культуры имеют ввиду именно образ змея, там не говорится про человека внешне. Да, это правда, но он для них символизирует вот этого про человека, естественного человека, который потом превращается в змея. Так я понимаю, это не совсем ясно здесь, конечно, из текста, но такое впечатление, что у них осталась какая-то родовая память о том человеке, который превратился в змея, скажем так. То, что он превратился, они уже не помнят, они помнят только змея. и ну да, интересно. И вот этот страх змей, которых у многих людей есть, тоже нечто врожденное, тоже, возможно, оттуда идет, когда Всевышний отделил человека от змея, чтобы змей не влиял на человека. Да, но вот скажем вот эти вот у фараона здесь, да, этот змей, который на месте цилин нашего, он именно символизирует естественное, а не божественное. То есть это круглое такое, да, круглое это естественный мир, в котором нет добра и зла, нет продвижения, нет целей. Все как бы как в книге Зелит, я не помню по-русски как она называется, да, когда описывает движение, у него все повторяется, все повторяется, на свои круги возвращается ветер, поколение приходит, поколение уходит, ничего, ничего не меняется. Мир как бы в мире нет цели, нет движения, нет, нет добра, нет зла, как бы у всех один круг. То есть это, так сказать, Хуэлли, конечно, это критикует, мы вот будем сухой читать, но это надо видеть, эту иронию и критику, и все это очень непростая книга. ну вот этот вот круг, который у фараона, и в других культурах, он символизирует естественный отрыв от божественного плана естественного природного человека. И, соответственно, это они ставят перед собой, как бы, видят перед собой природный мир, управляемый какими-то силами, но в котором тоже нет особого божественного плана. Так мне кажется. Простешь дальше? Первые стихи третьей главы описывают встречу человека со змеем. Этот змей удивительно похож на первоначальный план создания человека. Трудно представить, как именно выглядел этот змей. Змеи, которых мы знаем сегодня, настолько сильно деградировали, что действительно опустились на уровень самого низкого животного, которое только можно себе представить. Однако, согласно описанию Торы, этот древний змей был совершенно особенным животным. Прежде всего, он был способен говорить. Если так, то разница между змеем и человеком заключается не в способности говорить. Змей был также способен мыслить, пророчеством, поэтому разница и не в способности мыслить. Если этого недостаточно, то змей был также способен к пророчеству, потому что Бог говорит с ним. Древний змей, без сомнения, удивительное животное. Тем не менее, несмотря на все его сходство с человеком, этот змей не человек, и разницу между ними мы должны искать где-то еще. Змей это естественное существо, не способное к нравственности. Змей не в состоянии достичь уровня человека, так как он не может быть нравственным. Напротив того, именно человек, способный к нравственному поведению, может опуститься на уровень змея. Ну, непонятно, почему он не может быть нравственным, если у него даже уровень пророчества есть. Получается, он получает указания, заповеди от Всевышнего, но не может их исполнить? Может исполнить, а может не исполнить. Дело в том, что, чего у него не хватает, это не душа живая. У него не хватает некоторых очень важных компонентов. Об этом будет дальше говорить. Он даже знает, что такое добро и что такое зло. но при этом у него нет нравственных основ. Он даже по сути своей не стремится к добру, не оценивает себя с точки зрения «я поступил хорошо и поступил плохо», что значит собственно нравственное чувство у человека. Это постоянное взвешивание, размышление о том инстинктивное может быть, о том хорошо ли я себя веду, правильно ли я поступаю. Тут даже речь идет не столько о выполнении заповеди Всевышнего, хотя это необходимо с точки зрения Бога, человек должен быть траханным. Но иногда человек не религиоз, такова суть человека, что он размышляет «а правильно ли я себя веду, а хорошо или плохо». Он может ошибаться, но он стремится к добру, он стремится делать хорошо. Конечно, хотели как лучше, а вышли как всегда. Это бывает. Мы не всегда способны оценить, как наши действия повлияют. В правильную сторону я иду. Это может быть, но общее направление какое-то у человека есть. Но он может это потерять. Это в основном то, что он говорит. Что в какой-то момент человек может потерять это и отпуститься на уровень змеи. Тогда ему плевать совершенно нравственно или ненравственно. Я хочу, я возьму. Вам не нравится, я вас убиваю, до свидания. К примеру, тебе это не нравится? Какое мне дело? То есть в современном мире, даже не только в современном мире, там, где преступления преследуются, этот человек должен как-то избегать наказания, что ему не хочешь, чтобы пострадать за свои грехи. Но внутреннее обоснование правильного поведения, морального поведения у него нет совсем. Это то, что говорит Маниту, что человек может опуститься на уровень змеи. Потерять это вот, то, что в него все вышли вдохнули и стать как змеи, собственно, не имея нравственных ориентиров и не желая их иметь. Так что мне кажется, как? А ты как думаешь? Получается, что вот это отличие это и есть душа живая, причем ее вдохнул Всевышний, как говорится, там изнутри себя. Да, совершенно верно. То есть наша способность различать между добром и злом и стремиться к добру, это именно и есть здесь так получается, это и есть та часть то, что Бог нас вдохнул. и тут как бы это все внутри. Снаружи могут быть совершенно одинаковые люди, а потом оказывается один, у одного есть живая душа, а у другого нет. А возможно, что это можно предположить, что это был бы змея, это был бы человек, если бы его произвела земля. Да, если бы вообще все шло по плану, у нас запланировано так, чтобы сегодня шло по плану, но если бы все шло по плану, то человек сразу бы стал создан на земле, он стал бы идеальным, душа живая, возможно, наверное, если Бог просил, теоретически было бы возможно. Это очень сложно, мы попадаем в парадокс, когда пытаемся это осознать до конца. С одной стороны, есть планирование, есть реализация, которая от него отличается, а с другой стороны, так именно все и задумано, чтобы так оно было, чтобы мир стал несовершенным, с другой стороны, чтобы в нем был идеал, к которому мы стремились. Поэтому планирование оно отражает идеал, а реальность это ниже идеала. И так, в общем, из-за этого Земля не смогла создать идеального человека, но поскольку он был необходим в мире, без этого нет, если у человека нет нравственного чувства, то достижение идеала невозможно. То есть это главный инструмент, который у нас есть, чтобы продвигать смерть идеалу. Всем добрый вечер, можно сказать? Да-да, очень приятно вас слышать. А я вот хотела пользоваться моментом узнать, недавно такое услышала, что в Вавилонском Талмуде в трактате Хагида, 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 да. Страница 13 В, 14, а написано, что 974 поколения людей были созданы Богом до Адама. Адам это уже какой-то новый уровень получается отношений со Всевышним, а все эти, которые вот эти 94 поколения может быть, это тоже к нашему разговору относится каким-то образом? Я не знаю, как это связать 100%, но вполне можно понять этот Медраж. Медраж он мне не очень объясняет. Он особенно вот такие короткие высказывания есть длинные Медражи целый диалог между Луной и всевышленным. А есть более короткие такие вот. Вот столько то поколений было, а вот шесть вещей, которые были сделаны. И так далее. У них какой-то как айсберг, да, торчит вершина, а что они хотели сказать этим, можно понимать по-разному и может быть очень глубокий смысл. Можно предположить той системе, о которой мы сейчас говорим, подходим они тут, что действительно это были естественные люди, такие естественные поколения, которые создавала Земля, и у нее ничего не получилось. Кстати, у Мониту есть намек на это. Он говорит, что после многих усилий она все равно не смогла создать. После многих попыток Земля не смогла создать. То есть, видимо, он этот мидраж имел, мне кажется, вполне возможно, что он имел этот мидраж в виду, когда говорил о том, что после многих попыток Земля не смогла создать нравственного человека. То есть, Адам это первый нравственный человек, а до него были люди, но они были как бы в рамках змея. Андрей, вам надо вы должны уходить или сегодня нет? Да, мы должны уходить. У нас, к сожалению, мы должны заканчивать точно в 7.30, потому что у Андрея есть еще что-то. Но мы продолжим в следующий раз. Было очень приятно вас видеть, и Лену, и Таню, и всех остальных. И мне тоже. Спасибо большое. Всем спасибо, всем хорошего и сладкого Нового Года. Спасибо, спасибо, Шанатова. Всего хорошего всем, всем шанатува, матука, и чтобы все наши горести в будущем году пришли, закончились, ну, или хотя бы больше их части. Увидимся, надеюсь, горе царения. Нехама, а потом вопросы можно написать вам? Да, конечно, у нас это современные еврейские философии, такой чат, вы знаете. у меня там наверное нету, окей, я вам напишу. Да, и можно там, поскольку мы уже там начали вселенные обсуждать, напишите, да, очень, очень, мы потом можем через неделю вернуться. Хорошо. Вам хорошего, до свидания. До свидания.